Доброе утро, Петербург! В основу какого-нибудь сериала вполне могла бы лечь история иммажинистов литературного направления, которое было популярно в 20-х годах прошлого века. Погрузить в эту атмосферу петербуржцев в Купчино сможет литературно-музыкальный фестиваль, который называется «Трость, цилиндр и эпатаж». Именно с таким названием в ближайшую субботу, точнее завтра, пройдет фестиваль. И я думаю, он точно сможет эпатировать всех пришедших. Самой важной, наверное, одной из важнейших частей фестиваля станет поэтический батл. Как литературная красная нить пройдет по этому фестивалю, узнаем прямо сейчас. Рядом с нами Ольга Гава. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Да, расскажите, пожалуйста, каким образом будет проходить поэтический батл завтра? Самое главное, что он будет проходить весело, потому что Есенин говорил всегда, что самая моя главная задача — веселить публику. И у нас будет весело. А что будет еще происходить на фестивале? Будет реализованное представление, где актеры изобразят имажинистов Есенина Марингофа, Рюрика Ивнева, Шершиновича и многих других. И покажут их конфликт, покажут их яркое желание творить и писать. И будут еще поэты, современные поэты, которые будут читать свои стихи. И главный их будет жюри — это зритель, который своими аплодисментами выберет самые лучшие стихи. Пару слов о том, какова история литературных батлов. Они были очень популярны в 20-х годах прошлом. Да, 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 очень популярны. Это все происходило на сцене литературных кафе, которые стали открываться как грибы в начале века. И к 20-м годам эта культура литературных кафе стала очень-очень популярна. И они были очень демократичны. Туда мог прийти любой человек, как знаменитый поэт, например, Блок или Маяковский, так и совершенно малоизвестный. Предоставлялась одна площадка всем, и одинаково все на равной основе читали стихи. И точно так же зрители решали, кто круче, а кто нет. И им и женисты просто возвели это в некий перформанс. Они поняли, что спорить — это круто, что это привлекает больше и больше быть зрителей. И стали приглашать на свои выступления самых своих ярких оппонентов. Ну что же, и у нас есть еще время. Мы можем действительно увидеть фрагмент настоящего баттла. Рядом со мной поэты Ольга Василевская, Саша Никонов. Итак, приступим. Итак, первый раунд. Мы в Вавилонской башне кирпичи, мы в космосе немом, оглохший глобус. У каждого есть свой язык и голос. Нам есть о чем сказать, но мы молчим. Итак, чем ответит Саша? Признак старения отчества. С У начинается Родина. Вот почему одиночество черным квадратом приходит к нам. Так, первый раунд закончен, переходим ко второму. Но в этой простоте необычайной единственного смысла зреет взвесь. Есть новый день, и в этом дне случайном мы есть. Ну что же, спасибо вам большое, друзья. А пусть каждый зритель сам решит, кто же победил в этом баттле. Сто лет назад у жителей нашего города не было такой возможности ярко начинать день, спорить, сражаться в каких-то литературных баттлах и жанрах. Да, но вот завтра в Петербурге откроется портал в 20-е годы прошлого века. Как раз таки в то самое время в Купчино состоится второй ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Трость, цилиндр, эпатаж» и... Это есть у нашей коллеги. И «Трость», и «Цилиндр», и «Патаж». И «Патаж» ей не занимать. Анна Смирнова, которая вновь уходит с нами на прямую связь. Анна, еще раз тебе доброе-доброе утро. Да, коллеги, я вновь вас приветствую и вновь приветствую наших телезрителей. У нас тут целая россыпь цилиндров. Посмотрите, их действительно много. И некоторые из них по-настоящему могут эпатировать. Ну а кто точно мог эпатировать в 20-х годах прошлого века, так это поэты. И сейчас современные поэты рядом с нами. Это Саша Никонов и Ольга Василевская. Я снова приветствую вас. Желаю вам доброго утра. И вот смотрите, мы с вами занимаемся сейчас, скажем так, будем делать настоящие шляпы, настоящие цилиндры. Пару слов в сопровождении вот этого нашего утреннего, скажем так, занятия. Поэтических слов. Острова краят, рукава не вы. Дебаркадр старый, давно привык к литургии. Своих ленинградских снов намели, увы, не пойти на дно. А вокруг окрестный, меняя вид, петербуржцам будущее дерзит. Ну что же, действительно, завтра, кстати, на фестивале стихи будут сопровождать практически все время участников фестиваля. Да, красной нитью пройдут. Действительно, иммажинизм, он был очень эпатажным. Ольга, чем ответите такому литературному выступлению? Поэтому здесь, где в ладонях вскипает послушно огромная сила, просить у нее не желаю. Пусть нет ничего, но мне ничего и не нужно. Я просто живая. Спасибо вам большое, друзья, еще раз. Ну, я думаю, что вместе с нами вы сможете сделать симпатичные украшения, да. Кстати, шляпа была же действительно главным, одним из важнейших атрибутов иммажинизма. И с нами вновь Ольга Гава. Ольга, расскажите, пожалуйста, вот завтра нас ждет мастер-класс по изготовлению шляп. Да, ну, мастер-класс мы придумали не просто так, потому что мы хотим, чтобы наши зрители пришли в шляпах. Если у вас есть уже дома какая-то интересная шляпа, надевайте ее и приходите к нам на фестиваль. Потому что вы сможете стать участником розыгрыша. Мы будем выбирать, у нас будет дефиле шляп, и мы можем выбрать самую-самую интересную эпатажную шляпу. Но если у вас шляпы нет, то ничего страшного. Вы ее сможете сделать у нас на мастер-классе. У нас будет мастер-класс по изготовлению шляп. Ну, а также фотозона с самыми экзотическими шляпами. Вы тоже сможете примерить и сделать фото на память. Помимо шляп, что еще ждет посетителей? Во-первых, вы можете прийти с детьми. У нас очень обширная детская программа. Вы можете оставить детей, а сами пойти, например, делать шляпы или танцевать. У нас будет мастер-класс, и будут представлены танцы, популярные в 20-х годах. Танго, например, или Чарльз Тон. Также у нас будет атмосферный квест, где вы, может быть, встретите Есенина или кого-то из амажинистов. Вы пройдете квест и тоже можете получить призы. Также у нас будет очень много литературных кафе. У нас можно будет взять книги, у нас можно будет круто потусить, поиграть, различные развлечения. И, конечно, у нас большая обширная программа на сцене. Джазовые коллективы, актеры, которые вас погрузят в эту атмосферу 20-х годов, а не театральные перформансы. То есть целый день будет музыка, театр и какой-то эпатаж. И эпатаж, и эпатаж. Да, я предлагаю завершить наше включение действительно настоящей эпатажной шляпой. Я считаю, что розовый мне очень к лицу. Ну и, конечно же, напоследок буквально по строчке в духе амажинизма может быть от наших замечательных поэтов. Давайте не послушать, давайте просто пригласим. Приходите, ждем вас, ура! Мы проект поэзии «Экология души». Будем завтра устраивать поэтический батл. Приходите и все увидите. Ну что же, дело в шляпе, друзья. Вам слово, коллеги.